добрый вечер дорогие зрители с вами программа анатомия фейка на телеканале новый мир сегодня мы поговорим о теме которая к сожалению становится все более актуальной это пропаганда и ее разрушительное влияние на межнациональные отношения и человеческие жизни российская пропаганда разжигает межнациональную рознь и призывает убивать будет ли этому конец и кто будет наказан после войны сегодня у нас в студии гость сергей штурхетский медиаэксперт и председатель независимого медиапрофсоюза украины мы поговорим о российской пропаганде и особенностях вреде и возможных последствиях для тех кто активно ее ведет сергей вот у нас с вами в прошлом году уже был разговор в нашей студии о том какие усилия предпринимает международное журналистское сообщество для борьбы с российской пропагандой и к сожалению тогда вы отмечали я думаю что и сейчас все еще можно это сказать что не все далеко не все в мире понимают что информация она уже превратилась в оружие которое просто отнимает жизнь вы в этой войне информационной на фронте последний год фактически провели что с тех пор изменилось к чему пришло журналистское сообщество мировое в плане противостояния российской информационной агрессии ну действительно вадим спасибо за такое напоминание потому что уже год и больше идут бои не только на фронтах но и на информационных таких разных площадках и даже больше конечно и если год назад мы говорили о том что наконец-то международное журналистское сообщество начало отличать журналистов и пропагандистов и оно дало тогда мы помните даже цитировали решение европейской федерации журналистов конгресса европейской федерации журналистов о том что российские пропагандисты несут солидарную ответственность за те разрушения и за те человеческие жертвы которые сегодня в украине происходит по вине российского женщины и поэтому это был такой тоже на то время это был такой передовой и очень прогрессивный шаг это отделение журналистов и пропагандистов но к сожалению долгое время после этого мы не имели никаких а практических каких-то вот действий например мы предлагали сделать множество санкций против пропагандистов так же как и против тех кто финансирует войну и тех кто ее поддерживает но в военном плане но только недавно мы получили относительно недавно это феврале этого года мы получили решение исполнительного комитета международной федерации журналистов а при остановлении членства союза журналистов россии как вы помните мы этого этого решения дожидались и об этом говорили уже давно потому что мы говорили мы не против журналистов но мы против пропагандистов и сегодня союз журналистов россии стал пропагандистским отростка по сути таким пропагандистским наростом на вот этом страшном военном агрессивном чудище которое сегодня развязало вот эту войну и это очень большое мне кажется очень правильное решение потому что мир он же ведь разный да если в европейском сообществе мы находим практически полное единогласное а понимание наших проблем и то что является бою российская пропаганда то мировом масштабе есть разные мнения есть еще недостаток чувствуется информации и поэтому это мне кажется большая победа победа в том что мы теперь можем сказать что на глобальном уровне весь мир понял и весь мир сказал то есть журналисты которые несут ответственность за свои слова которые помогают людям делать выбор даже ценой жизни рассказывают правду и есть пропагандисты которые наоборот забирают жизни у людей вот это у нас мне кажется главное такое достижение этого года сергей я знаю что вы сейчас находитесь в гааге на конференции европейской федерации журналистов и мне кажется символично что выбрали вы для себя такое место для того чтобы провести эту конференцию место она со смыслом она ассоциируется в принципе с международным правосудием и потому что как раз в гааге находится резиденция международного уголовного суда вот как вы считаете есть ли вероятность что мы увидим на скамье подсудимых не только военно-политическую верхушку российскую но и пропагандистов которые помогали разжигать в сердцах целой нации эту ненависть к соседям подстрекали геноциду и так далее ну потому что таких примеров в мировой истории на самом деле не так то и много что пропагандистов привлекали к ответственности вы правы что таких примеров не слишком много но они все-таки есть и сегодня по гааге я хожу по одной улице по которой водят на судебные процессы колеси на кабугу это мультимиллионер который финансировал свободное радио тысячи холмов в руанде и который еще в 2004 году был признан международным вот раз но он признан международным судом который создан в оон но он признан виновным в и подстрекательстве в организации геноцида и ему 86 лет очень богат но он последние 20 лет прятался он прятался он как загнанный такой зверь его все-таки поймали его все-таки вводят на вот эти судебные процессы это говорит о неотвратимости наказания и это знаете вдохновляет хотя действительно то что мы общаемся с юристами то что мы общаемся с правозащитниками пока не позволяет нам однозначно сказать и так уверенно что вот именно пропагандисты они получат свое заслуженное и и здесь несколько есть проблем проблемы в том что действительно еще недостаточная такая правовая база международная принято для такого рода преступлений а еще человечество наверное не всему не встречалась с такого рода преступлениями в таком количестве но все же есть надежда и действительно в гааге но мы например работаем с европейской федерации журналистов конечно европейская федерация журналистов не является судебным органом какой-то там или там расследовательным но мы говорим о том что мы обращаем будем обращаться в соответствующие органы европейской комиссии и для того чтобы потом правоохранительная система европейского союза и всего мира взялась за эту проблему как можно ее решить то есть как можно решить проблему подсудимости далее подсудности вот этих пропагандистов но есть у нас уже пример вот того же сам той самой руланды когда во первых суд создается оон и суд создается по геноциду по объединению гоноцид и когда обвиняется в геноциде или страна ну то есть ее государственные деятели и военные и тогда могут пойти по этой же статье и пропагандисты которые являются ну совершенно очевидно частью вот этой системы военной и частью этой элиты поэтому они могут пойти как геноцид по геноциду это международный уже суд в оон но мы понимаем что в оон сейчас происходит и когда член совета безопасности он является сам сама страной агрессором но у нас пока мало вот вопросов как это и мало надежды как это можно сделать хотя наверное можно сделать но это очень много дипломатических усилий в том числе через генеральную ассамблею ну посмотрим но если второй путь путь национального законодательства и знаете здесь даже есть у меня некоторые такое больше оптимизм это означает когда уже после после поражения военщины российской тогда даже по тем законам которые есть в российской федерации ну могут быть и новые законы будут притянуты будут привлечены в ответственности вот как раз все те пропагандисты и не только ну конечно в первую очередь те разжигатели войны конечно военные преступники но и пропагандистам не удастся избежать наказания понимаете даже по существующему я не юристы но даже по существующему законодательству российской федерации мы можем даже обычный человек может открыть этот криминальный кодекс найти уже несколько например стакей которые заслужили своими высказываниями своими действиями самое главное действие российские пропагандисты типа соловьева и других подождите но ведь российские суды они ведь не посадят их там военно-политическое руководство страны одновременно является заказчиком и судебных решений которые суды выносят по российскому праву и пропаганды которую продуцируют пропагандисты да то есть мы все-таки надеемся конечно больше на международное привлечение к ответственности потому что есть шансы что международные процессы будут ну хоть немного более непредвзятыми чем процессы внутри россии ну конечно мы говорим о том что должно произойти изменение коренные изменения в россии мы понимаем каким какого рода и после чего они произойдут сергей вот вы уже упомянули отдельных пропагандистов соловьева того же но мы помним другие яркие пример например красовского который в прямом эфире призывал топить украинских детей в тисине есть такая река в украине за что за то что они считают что российская армия это оккупанты даже не делают что-то просто считают кстати вот за это красовского даже в россии пожурили немножко что мол перегнул уж палку ну ничем для него это трагичным не закончилась продолжает работать получать зарплату и жить точно так же как и жил а вот может быть у вас есть перечень каких-то наиболее вызывающих высказываний на более вызывающих персон пропагандистов которые по вашему экспертному мнению уже себе забронировали билет в галку ну конечно же в один конец но конечно не хотелось бы этот список повторять да или это даже ну во первых он очень тяжелый во вторых страшный и в третьих я тоже не уверен что даже если мы напишем что это внимание сейчас будет такой момент который не для людей с такой психики нормальной для нормальных людей это невозможно нормальным людям смотреть и я боюсь что это будет воспринято очень плохо и нашим зрителями и вообще поэтому даже не хотелось бы повторять могу сказать только что эти фамилии конечно те что вы назвали там и это конечно не известны они классифицирование они уже даже упомянуты в некоторых документах той самой европейской федерации журналистов и конечно же здесь главная роль надо естественно обращать внимание на тех которые на тех людей от которых зависит собственно организация этого я бы сказал такого шапито ну не то что но шапито это знаете что такое хорошее что-то такое которое дарит радость людям а это такой вечный такой карнавал беснующийся античеловеческого такого страшного какого-то вот ну есть слова у меня но не хочу их в эфире применять вот того что льется собственно из из этого эфира могу сказать что есть такие конечно группы которые эти фамилии известны это конечно маргарита симоньян которая руководит концерном russia today и собственно в которой входит там и спутники другие вот и государственные компании это конечно же один из руководителей риа новости концерна это тот же дмитрий киселев то тот же владимир соловьев который по сути говорят там уже 60 часов в эфире или сколько это же уже невозможно просто постоянная постоянная обработка людей вот эти языком ненависти языком какого-то ну собственно мне очень говорю сложно подобрать вроде бы готовился но сложно подобрать слова для того чтобы описать то что происходит в эфире у этого самого и соловьева и его миньонов его верных помощников и конечно даже вот даже алина кабаева которую кстати мы незаслуженно забываем она же одна из главных менеджеров вот этого всего информационного да информационного вот этого предприятия государственная государственной машины ненависти по сути и это неудивительно что очевидно такое важное предприятие поручено очень близкой близкому человеку к главному военному преступнику которого разыскивает кстати гаага уже уже ждет и здесь знаете в гааге поговаривают между собой особенно те которые владеют русским языком переводчики о том что будет им работа они поскольку знаете жилье здесь дорогое то они уже даже собираются в такие группы по три по пять человек чтобы снимать квартиры потому что они ожидают что вот-вот на несколько лет у них работы появится я бы очень хотел чтобы у них конечно появилась эта работа я бы хотел чтобы у них была возможность оплачивать квартиры в гааге конечно мы бы хотели чтобы это все быстро произошло да но это еще одна из особенностей международного правосудия кроме того что к нему надо еще прийти к этому суду над пропагандистами в том числе то и ждать такого какого-то решения тоже очень долго и вот например над фелисиеном кабугой уже началось это слушание в сентябре прошлого года но никто не знает сколько оно продлится и собственно есть у нас случай когда 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 уже осужденные ну и они еще ну как подсудимые да еще не не признаны такими криминальными но они умирали во время вот этих судебных процессов я все-таки думаю что мы дождемся и этот процесс будет не таким долгим и мы все-таки дождемся справедливого решения международных судебных инстанций и зло в том числе которое идет в эфире ненависть которая идет в эфире она должна бы получить свое наказание мы вот с вами поговорили уже о том что были в истории хоть и немногочисленные но все-таки были случаи когда пропагандистов к ответственности привлекли вот тоже радио тысячи холмов которые вы уже упомянули какое наказание эти пропагандисты получали и можем ли мы ну как-то помечтать предположить что же будет в приговорах для современных пропагандистов базируясь на этом вот историческом опыте ну мы все-таки с вами Вадим я так надеюсь вместе вы гуманисты да не такие как они не жаждем крови хотя если бы это был сорок шестой год то очевидно что пропагандисты бы разделили участь такого Юлиса Штрайхера да который был главным редактором газеты штурмовик эта газета ну просто была такой вот боевым листком антисемитизма вообще ну античеловеческого всего что что можно придумать всего фашистского и тогда ну его просто он получил смерть заслуженную смерть в результате нюрнбергского процесса он сидел на одной скамье вместе с военными палачами но например если мы уже говорим о современности то скорее всего если им повезет и их будут судить все таки в Европе а не в России то есть да или где может быть сейчас будет ну опять введена или в Белоруссии где уже введена смертная казнь то там могут быть вот эти разные нюансы да а если они будут осуждены в Европе то их ожидает очевидно то что ожидает еще то сейчас предъявляется Фелисиену Кабуке еще раз напомню это мультимиллионер который финансировал он как бы непосредственно не стоял но финансировал и вот это геноци вот эти медиа которые призывали к геноциду в результате которых был геноцид в Руанде в девяносто четвертом году и погибло около миллиона людей так вот а ему вменяют и участие в геноциде и организацию в геноциде и подстрекание геноцид и мне кажется что как раз вот эти главные обвинения и будут лежать в основе тех обвинительных каких-то документов которые получат пропагандисты и мне бы хотелось чтобы они получили их как можно быстрее Сергей а вот как сейчас выглядит обстановка с этой подготовкой к процессам против пропагандистов с точки зрения механики этого процесса созданы ли уже судебные органы проведены ли какие-то другие подготовительные работы для того чтобы начать рассматривать дела против пропагандистов уже непосредственно в судах то есть что уже есть и что еще нужно сделать на международном уровне чтобы это дело привлечение пропагандистов к ответственности пошло вперед ну во-первых хотя кажется наверное многим хотелось бы и мне хотелось бы чтобы это было быстрее чтобы это было явнее но процесс идет не так быстро но все-таки как говорил один политик процесс идет процесс пошел что необходимо еще сделать конечно это сейчас идут дискуссии о том какого рода должен быть вот этот международный трибунал и очевидно что все что связано с пропагандистов ну можно выискивать там новые велосипеды и говорить давайте создадим международный трибунал для пропагандистов но скорее всего мы будем говорить о международном трибунале который должен наказать всех виновных в геноциде на первом этапе надо признать что то что происходит в Украине это геноцид очевидно очевидно для многих людей но еще юридически еще это требует доказательств к сожалению иногда даже те кадры из Бучи или другие вещи которые люди видят на свои глаза они к сожалению в юридическом языке еще не переложат да над этим идет работа работа как идет как в Украине так и в международных инстанциях поэтому мы очень привязаны к тому что когда уже будут наказаны пропагандисты они будут наказаны тогда когда будут наказаны и они будут сидеть вместе на одной скамье вместе с военными преступлениями ну какая вот увязка другая история это то что возможно сознание международного трибунала ООН но опять же тогда возникнет ситуация а как обойти вот это вето члена безопасности только через генеральную ассамблею и мне кажется последнее тоже голосование оно уже показало в ООН что четко структурировано да есть четыре там пять стран которые ориентируются которые вместе с Россией воюют против мира есть еще там десять стран которые поддерживают или умывают руки не хотят как-то вот вмешиваться и большинство подавляющее большинство цивилизованного мира оно просто осуждает вот это и агрессию и поэтому у нас есть надежда что и через механизм ООН можно создать будет международный такой трибунал специальный как раз по геноциду который происходит в Украине мы знаем особенно последние ну просто просто ужасные факты о вывезении детей просто они это как раз он четко показывает что это не просто какое-то военное преступление это не просто жестокость это не просто какой-то ну не знаю тоже не могу найти слово потому что то что творится это ужасно но это как раз геноцид это как раз то что нацелено на то чтобы уничтожить целый народ просто из-за того что это иной народ чем чем другие вообще все их вина вся вина вот этих детей которые вывозятся сейчас из запорожской области из катсонской вина их в том что они родились украинцы и их теперь хотят сделать другими это это страшно потому что мы говорим об этом двадцать первом веке это очень страшно но мы все таки верим что надо делать надо конечно же будить и не давать расслабляться международному сообществу профессиональному что мы и делаем мы постоянно с европейской федерацией журналистов пробуем имеем такой контакт и диалог с международной федерацией журналистов которые работают над стандартами журналистики в том числе да для того чтобы мы еще раз еще раз поняли где журналистика для пропаганда мы еще раз еще раз поняли в чем опасность этой пропаганды и как сделать так чтобы эта пропаганда ни в России ни в любой другой стране не имела такой силы и не имела таких последствий для мирных граждан я предлагаю такого еще момента коснуться вот отдельные пропагандисты они конечно заслуживают наказание но кроме вот этих атомов которые существуют в пропагандистской вселенной есть еще целая машина пропаганды ее щупальца они тянутся и дотягиваются далеко за пределы самой России они отравляют повестку дня во многих странах по всему миру практически просто людям мозг отравляют и мы знаем что в странах Балтии например пытаются постоянно ограничивать влияние российских медиа даже Евросоюз в целом тоже пытается как раз недавно благодаря таким вот попыткам было решение принято о том чтобы прикрыть Russia Today французский который даже не столько Францию отравлял сколько страны франкофонной Африки вот ваше мнение Сергей возможно ли вытеснить пропагандистские медиа с рынка информации ну или как-то хотя бы ощутимо ослабить их влияние на общественное мнение да да сложный действительно вопрос и очень важный и надо на самом деле он очень увязан с предыдущими вопросами удастся ли нам создать нам всему мировому сообществу удастся ли создать международный глобальный суд по геноциду именно по Украине если мы сумеем убедить все страны множество стран большинство стран а эти большинство стран очень часто прибывают под влиянием информационных вот таких инвазий информационного такого давления со стороны той самой российской пропаганды ну и вот если взять тут ту же самую Russia Today почему ей так долго удавалось работать они мимикрировали они использовали как бы силу демократии в свободе слова они использовали как как ее слабость этой демократии демократия говорит что должна быть свобода слова и они говорили вот это свобода слова это не пропаганда это просто иное мнение и они этим пользовались они пользовались тем что существуют журналистские стандарты которые говорят что надо давать два мнения одно и другое и они всегда пропихали в эту вторую точку зрения вот эти российские нарративы но в то же время они использовали еще советские стереотипы которые работали и на Африку и на Азию да Америку очень многие они как бы стали продолжателем вот той идеологической советской машины и вот когда стоит вопрос как это все остановить понятно что это не дело одного дня или одного месяца хотя за один день можно сделать многое например за один день к сожалению это было 24 февраля только 22 года много стран европейских все таки решилась и отключила российское вещание и наше дело теперь это конечно создание глобального такого понимания что есть пропаганда что есть журналистика новые прочтения журналистских стандартов понятие что это такое это главное это такая прозрачность медиа потому что всегда за такими вот пропагандистскими ресурсами стоят очень темные деньги очень грязные деньги как правило криминальные деньги и если у нас есть прозрачность медиа то мы всегда с легкостью можем доказать что это медиа ответственное перед обществом или оно просто получает и отмывает грязные российские деньги это конечно же и воспитание это большая работа не только журналистов не только юристов которые там парламентарии в разных стран которые будут работать над новыми законами но это на самом деле большая работа нас зрителей потому что мы должны в себе воспитывать привычку к ответственному медиа потреблению к тому чтобы всегда не воспринимать только на веру какие-то там обсуждения различать где правда где пропаганда различать где факты где мнение и вот это наверное очень сложная задача но очень знаете такая амбициозная и такая вдохновляющая потому что работы хватит всем но результаты будут тоже очень классные ну и в завершение давайте мы так с таких материй высоких спустимся на уровень ежедневной жизни вот каким образом могут обычные люди не уголовные юристы не прокуроры не судьи не адвокаты не дай боже пропагандистов противостоять пропаганде и дезинформации вот что каждый из нас наш телезритель может сделать для борьбы с этим явлением да это наверное самый важный вопрос самый важный вопрос работы внутренней работы каждого из нас и такое вот как бы этого не хотелось говорить такое домашнее задание к сожалению когда мы покупаем телевизор или когда мы открываем монитор компьютер мы не получаем инструкции мы считаем что нам не надо инструкция к употреблению потому что мы включили кнопку и оно заиграло оно работает и вроде бы и не надо такой инструкции зачем нам взрослым людям инструкция к такому простому девайсу да как телевизор или как монитор но оказывается все таки нам надо многому еще учиться и вот это понимание что надо искать какую-то информацию какое-то короткое хотя бы обучение медиаграмотности критическому мышлению то есть когда мы ставим под сомнение в том числе и мои слова вы можете ставить под сомнение это очень хорошо и вы можете гуглить посмотреть кто я такой что я делал до этого и можно ли мне доверять моему мнению да стоит ли мое мнение какого-то вашего внимания или какого-то того чтобы ему следовать ну это главное это проверка фактов вы же можете смотреть не один канал не одно медиа сопоставляйте посмотрите почему вот не так а другое по-другому ну конечно очень важно чтобы вы обсуждали обсуждали эти новости с вашими знакомыми с вашими родственниками для того чтобы вы понимали что как как можно эту новость интерпретировать и очень важно чтобы вы поддерживали ответственные СМИ есть общественное вещание есть СМИ которые требуют ваших донатов которые требуют ваших вашего внимания и в ответ на вашу поддержку они дают вам хороший контент хорошее телевидение делают ну помните что если вы не платите за это телевидение то это означает что кто-то платит за него да и кто-то может соответственно влиять на информационную политику поэтому выбирайте вот хорошее ответственные медиа ну и конечно когда вы работаете в соцсетях будьте особенно сейчас во время войны войны горячей войны информационной будьте особенно осторожно потому что смотрите за вашими друзьями чтобы там не было вот этих ботов которые вам будут подкидывать какие-то дезинформации смотрите за тем чтобы кто окружает вас в соцсетях тоже ну нельзя было через эти соцсети сделать вас уязвимыми нельзя было снять с вас там какую-то дополнительную информацию персонально вот вот такие наверное может и сложные немножко советы для работы но в то же время они очень нужны они будут нам очень нужны не только для как мы видим не только для того чтобы победить пропагандистов но для того чтобы европа и наши страны жили лучше и чтобы у нас больше не повторялось вот таких трагических страниц истории сергей благодарю вас за это интересное и содержательное обсуждение ну и будем надеяться что наше общество мировое сообщество найдет все-таки способы дать решительный отпор пропаганда для того чтобы в будущем эти трагические ошибки уже не повторялись дорогие зрители это была программа анатомия фейка с Вадимом Миским на телеканале новый мир лайкайте это видео если вы смотрите нас в ютьюбе и отправляйте его вашим друзьям и близким и вместе мы конечно же сможем сделать информационное пространство чище и безопаснее до новых встреч у н隊 огромные и мы скажем о время им Продолжение следует...